проезжать значит что мы видим объект локализован и за ним может быть установлена наружнее наблюдение понятно что если объект приехал в чужой город да то и вы подозреваете что он шпион то он явно приехал не рисовать картину а явно приехал или встретиться с кем с кем-то или получить что-то или передать что-то или подать какой-то сигнал то есть провести какую-то агентурную работу поэтому за ним после того как объект локализован должно быть установлено наружнее наблюдение что мы видим здесь то есть человек из куда по идее за ним уже откуда-то кто-то должен прогуливаться смотреть присматриваться да мы видим как он поправляет свою три ногу и берет монет допустим этого можно было не увидеть но как я уже повторял объект локализован и за ним должно быть наружнее наблюдение то есть по крайней мере должно быть понятно в какое здание он вошел или в какой отель а по историческим фактам мы знаем что это отель и если даже нету возможности проследить его номер да допустим прямо ну про и как как вот говорят про и вести до номера то по крайней мере понятен понятно его локация далее что мы с вами видим что делает агент особенно в то время первым делом первым делом ему нужно максимально быстро обработать информацию которую он получил что как мы видим по фильму он тут же и делает то есть он не идет там чистить зубы мыться еще бриться что-то делать он первым делом ему нужно потому что он как агент он подозревает что за ним может быть слежка могут в любой момент за ним прийти и операция будет провалена хотя бы по коль по той причине что при нем улики значит он это делает это видно сходу же до сходу же и и потом он был он должен получить эту информацию да и максимально уничтожить основные улики прямые то есть что такое прямые улики это вот этот вот документ или это монетка вот в которой находился вот этот вот документ остальное все лампа ручка лезвие это все косвенные то есть да я что-то делал да я чистил подчищал краску то есть человек с такой подготовкой подготовкой он может придумать все что угодно да вот эту лампу есть я я использовал чтобы глянуть как я правил правильно ли я положил краски на картину не важно далее к чему вот этот вот шум то есть он мог просто находясь у окна услышать шум из колес и тут же уничтожить все улики шум бегущих людей по коридору то же самое здесь значит как только они увидели что объект 1 объект без оружия и объект не представляет опасности для них что они должны сделать они должны убедиться в том что объект не может самоликвидироваться то есть нужно просто быстро обыскать его посмотреть что у него в волосах нет ли там капсулы какой-то иглы с ядом еще что-то посмотреть что у него за ушами проверить ротовую полость посмотреть человек человека и исключить его возможность изменить что-либо в обстановке в комнате вообще по правилам в комнату любую убийство ограбление что-то непонятное первыми входят криминалист и фотограф они затаптывают следы следы все потому что он мог с кем-то встречаться к нему мог кто-то входить к нему могла зайти какая-то официантка которую он мог чувствуя слежку быстро что-то передать она могла оставить какие-то улики это все должно про прорабатываться старшем группы на месте здесь этого не сделано вообще то здесь это какой-то дилетантство какая-то хапота Просто. Никаких, никаких позвольте мне надеть зубной протез. Он ни к чему не прикасается, он ничего не делает. Его сажают на какой-то твердый, понятный стул, руки за спину и лишают объект возможности как-либо себе навредить или уничтожить какие-либо улики, или их повредить, или их исказить, или подать какой-то сигнал в открытое окно. То есть, ну, вы же работаете со шпионом высшего, высшей категории. Кто вообще этих дурачков за ним послал? Ну вот, более-менее какая-то разумная мысль. То есть, повернитесь, они посмотрели, и то. Руками можно было, конечно, провести и посмотреть, потому что... Смотрите, после того, как понятно, что объект локализован, да, все, сигарета, что в этой сигарете? Почему он ее курит? У него ее из рук должны были забрать тут же. То есть, там может быть ампула с ядом. Все, что угодно. Кому-то может показаться, что Алексей Юрьевич слегка параноид. Я напомню, что у Алексея Юрьевича высшее юридическое образование, и несмотря на то, что специализация моя юрист-правовед, 114, по-моему, у меня дисциплин было, среди которых и криминология, и судебно-медицинская экспертиза, и криминалистика, и... Обширнейший, то есть, в те времена школа еще преподавания была на очень высоком уровне, и у нас преподавали и действующие следователи, и действующие эксперты-криминалисты, и действующие патологоанатомы, и действующие врачи психиатрической и судебной медицины, экспертизы, действующие судьи, и мы задавали вопросы, которые интересны нам, мы разбирали всякие дела, и... То есть, я понимаю четко процесс, который они должны были соблюдать при задержании шпиона такого уровня. Мы агенты федерального бюро расследований. Смотрите на меня, когда я с вами разговариваю. У нас есть информация, что вы занимаетесь шпионом... Это просто бред. Либо вы начинаете сотрудничать с нами прямо сейчас, либо мы вас арестуем, понятно. Просто бред, то есть, кто... Либо вы начинаете... О чем вы... Что? Он просто... Объект молча берется, изолируется, одевается, садится в машину, увозится, то есть, объект арестован. Все. А из комнаты выходят все, просто все. Из комнаты выходят все, и один, максимум два человека, среди которых обязательно фотограф обсматривают эту комнату, обсматривают, осматривают, не меняя положение никаких вещей, не трохая двери, не закрывая тумбочки, ящички. Они смотрят, что происходило в комнате до этого, потому что они должны знать все то, что я озвучил вам. Это шпион. Он получил какую-то информацию, и он должен ее максимально быстро переработать, усвоить и уничтожить улики. Почему он этого не сделал, непонятно. Хотя они попали по времени просто идеально, когда улики все были в открытом доступе на столе, а он был в ванной. Все. Его нужно было тут же уводить из комнаты и делать тщательный осмотр. Не обыск. Это отель. Это не его дом. О каком обыске может идти речь? Нужно осматривать максимум полчаса, час назад. То есть, что он делал вот непосредственно до. Они этого не сделали. Это не совсем. А почему вы называете меня полковником? Одевайтесь. Вот это правильно. Все. Одевайтесь, и сейчас мы вас увезем. Если я очищу палитру от краски, пожалуйста. Иначе она будет испорчена. Она позади вас. У меня тут тряпка. Дилетант, дилетантство в чистом виде. Я уже сказал. Ни в коем случае. Ни в коем вообще все. Объект из места предполагаемого преступления, будем называть его так, удаляется, удаляются все, чтобы картина была максимально понятная. Кто-то взял там, кто-то взял там, задвинул шкафчик, да? Или там закрыл дверцу. Или открыл. А эксперт-криминалист, то есть сыщик, по сути. Он смотрит, и он понимает, что картина не целостная. А хорошему эксперту ему достаточно, он бы вошел. Ага, так, все вышли. Так, картина. Он смотрит. Ага, письмо. Письмо вот это вот. Вот оно на блюдечке лежит. Вот оно лезвие. Вот она монетка. Это прямые улики. Прямые улики, которые уже как-то можно использовать в свою пользу. В каких-то получать за это выгоды какие-то, выторговывать что-то. То есть как рычаг давления. И в конце концов там могла быть какая-то действительно важная информация. Этого не сделано. Это их полная фиаско как агентов. Благодарю вас. Хорошо, начинайте обыск. Спасибо. Так, осмотрите матрас. Начинайте обыск. Ну это же абсурд. Ну он что-то делает здесь с тем, что он делал до этого. А они сейчас будут искать по шкафам, по шухлядкам. Все, и за ним вот никто не смотрит. Пожалуйста. Вот оно. Все лежит. Лежит все. Вот он бумажечку взял. Стоит. Не хочется испортить палитру. Что делают? Они смотрят стулья. Ну это же просто показуха. Никто вот такого делать не будет. И так никто не ищет. Не называйте его мой парень. Не он мой клиент. Собственно, это все, что я вам хотел сказать. То ли у фильма такие консультанты. То ли... Я уже не знаю. Мужик, конечно, этот красавчик. Он спокойно, уверенно, не дергаясь. Просто сделал свое дело. И все. Правда, мне непонятно, куда он потом делал эту бумажку. Как он ее выкинул куда-то. Это тоже вопрос очень такой спорный. И сомнительный. Если они позволили ему это сделать. Ну это просто позор. Вот, друзья. Вот такое вот мое видение на вот эту сценку. Продолжение следует...